Прежде всего, хочу поблагодарить епископа Андрея за приглашение приехать сюда. Он помазанный, сильный муж Божий. Каждый раз, когда он приезжает в Ганну, мы получаем огромное благословение. И в этом году мы с нетерпением ждем его очередного приезда. Он всегда благословение для нас. И мы верим, что наши жизни не будут так же, как он продолжает приезжать к нам, чтобы служить. Мы верим, что после его приезда мы не останемся прежними. Он всегда привозит нам что-то новое. И как в Библии написано, человек не может, что человек не может, что он может. Он не может делать такие вещи, если Бога нет с ним. Он действительно великий человек Божий. Помазанный служитель. Также хочу поприветствовать его супругу, которая сегодня с нами. It's good to see you again. Hallelujah. And to all of you. I say hi. And God bless you. I want to encourage you to appreciate the man of God that God has given to you. Just last week or so, he turned 50 years. На прошлой неделе вашему епископу исполнилось 50 лет. And I want to encourage you to keep appreciating him. И я хочу каждого из вас ободрить, чтобы вы продолжали показывать свое уважение к нему. You can never ever, you shouldn't ever underestimate the value of the man of God in your life. Никогда нельзя недооценивать значимость человека Божьего, который есть в твоей жизни. И никогда не нужно уставать от того, что ты являешься благословением для него, что ты сам благословляешь его. Hallelujah. Amen. Tonight I'm going to preach on a topic I've titled Getting God Involved. Сегодня я хочу проповедовать проповедь, которую я озаглавил, как включить, как задействовать Бога. Or if you like, get God involved. Without God, you can do nothing. Bible says in John 15, 5b, the second part of it. Jesus said that without me, you can do nothing. For whatever you are doing, and you plan to do, you can never succeed without the help of God. You can also see it as a good wife, a good husband, a good pastor, a good businessman, without the help of God. That is why it is good to get God involved. Hallelujah. In the book of 2 Kings 6, verse 25 to 27, the Bible said that, And there was a great famine in Samaria, and behold, they besieged it until an arse's head was sold for four score pieces of silver, and the fourth part of a cup of a dove dung for five pieces of silver. Библия нам рассказывает о том, что был большой голов в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба, голубиного помета, по 5 сиклей серебра. Это означает, что в стране был очень сильный кризис. Экономический кризис в стране. Никто не мог найти никакой работы. Никто не мог заработать деньги, чтобы что-то купить. И даже если деньги и были у кого-то, то покупать было нечего. Это был очень тяжелый кризис. Дальше Библия говорит, царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, Помоги, господин мой царь! Ситуация доходила уже до крайности. И она вопияла, она кричала к тому человеку, который она думала может ей помочь. Потому что он царь Израиля. Кто еще в этой стране, в такой ситуации, может помочь, если не царь? И поэтому она кричала к нему, царь, помоги! Но послушайте, что ответил ей царь. В 27 стихе, Он сказал, Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Если Господь не поможет тебе, Многие из нас обращаются за помощью в разные места. Мы обращаемся к звездам, ища помощи. Мы идем в другие места, чтобы найти помощь. Мы за помощью обращаемся к людям, к политикам. Но царь сказал, Он дал такой ответ, который многие христиане должны получить. Если не поможет тебе Господь, Ты будешь продолжать решать эту ситуацию, продолжать бороться с ней, и ничего не сможешь сделать. Но ничего у тебя не получится. Вот почему в Библии написано в одном месте, Не воинством и не силой, но Духом Моим, говорит Господь. Если ты будешь применять свою силу, ты устанешь. Если ты будешь прикладывать силу, ты сдашься. Но если Бог на твоей стороне, Ты будешь благословен, и ты не устанешь. Аллилуйя! Он говорит, если Господь не поможет тебе, Некоторые из нас стараются построить церковь, Мы планируем стратегии, мы создаем организацию, Но без Божьей помощи. Но если Господь не примет участие в твоем деле, Если Господь не поможет тебе, То все будет напрасно. Это вечный принцип. Это то, чего нужно постоянно желать, К чему нужно постоянно стремиться. It's better to start late by waiting on God, Than to start early without God. Лучше подождать немножко дольше, ожидая Бога, Чем сразу начинать что-то делать, не дождавшись Бога. Аллилуйя! Paul, Samuel told Saul to wait for seven days. They were going to war. He said, wait for seven days. After seven days we'll go. But Saul was in a hurry to go without God. Но Saul торопился бежать вперед, И все сделал без Бога. So he ran ahead of God. And he lost it, And God took away his kingdom from him. It's better to wait on God for seven days, And use only two minutes for the work you are doing. And you'll see that it'll work. Shout amen somebody. Hallelujah! Now that is why it is in our interest To get God involved in anything we are doing. If God be for you, Who can be against you? Если Бог будет за тебя, То кто сможет устоять против тебя? If God says he has blessed you, Who can say you are not blessed? Если Бог говорит, Я благословляю тебя, То кто тебе скажет, Что у тебя нет благословения? Hallelujah! So get God involved. When you get God involved, You are going to run for a miracle. Когда ты задействуешь Бога, То ты будешь идти к чудесам. You are going to walk in miracles. You are going to see the supernatural work On your behalf. Тогда ты будешь видеть, Как сверхъестественные силы Делают что-то за тебя. Your work is going to be a fruitful work. Тогда все, что ты делаешь, Принесет свои плоды. Если ты задействуешь Бога. And I want to take a passage of scripture in the Bible To show you how when God is involved, You can walk in miracles and you can succeed. Я хочу сейчас использовать одно местописание И показать на его примере, Как мы можем задействовать Бога И какому успеху это нас приведет. И также хочу показать, Что мы можем сделать, Чтобы Бог участвовал в том, Что мы делаем. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, Вторую главу. Очень популярное, Очень сильное местописание. Некоторые говорят, Что это первое чудо, Которое Иисус совершил. Это было очень сильное чудо. И в конце этого чуда, Тот человек, который организовал это мероприятие, Эту свадьбу, Сказал очень сильные слова. Этот человек позвал жениха и сказал ему, Всякий человек подает сперва хорошее вино, А когда напьется, тогда худшее. Он говорит, А ты самое лучшее сохранил до этого момента. Это такое чудо, Когда люди, которые знали ситуацию, Думали, что все уже закончилось, И они начали самое лучшее сохранять для себя. Иногда люди смотрят на тебя, И понимают, что все, у тебя уже все закончилось. Они смотрят на тебя и думают, Ну все, семья развалилась. Они смотрят, ну все, церковь у него распалась. Они смотрят, ну все, бизнес у него уже закончился. То же самое произошло здесь. В определенный момент на свадьбе закончилось вино. И все думали, все, праздника уже нет, праздник закончился. Но именно в тот момент, когда они подумали, что все закончилось, Тогда начало появляться, начало приходить самое лучшее. И я сегодня говорю кому-то, кто здесь, Самое лучшее в своей жизни вот-вот начнется. Когда люди думают, что все у тебя закончилось, И что они на самом деле увидят, они увидят начало хорошего. Все не закончилось, пока действительно не настал конец. И если Бог с тобой, То конец не настанет. В конце дня Все будет еще лучше, чем было. Кто-то уже готов свести счет к жизни. Но самое лучшее в твоей жизни скоро начнется. Аллилуйя! Дьявол думал, что все, он уже разобрался с тобой. Было время, когда дьяволу казалось, Что он смог уже все разрушить мою жизнь. Когда он смог затянуть меня в курение, в наркотики и в алкоголь. Но все не закончилось. В определенный момент всего этого Бог вошел в мою жизнь. И началась самая лучшая часть моей жизни. Я вижу, как самая лучшая часть моей жизни начинается во имя Иисуса. Закричи, Аллилуйя! Когда всем кажется, что все закончилось, Тогда Бог приходит. Если ты задействуешь Его. Если ты его задействовал, то все не закончится. Бог сделает для тебя то, что нужно. Но давайте посмотрим, как началось, как происходило это сильное чудо. Все началось, все это произошло потому, что люди, кто там был, задействовали Иисуса. И вы должны понимать, что в любом случае я в этой проповеди не поощряю пьянство. Я говорю о чуде, которое совершил Иисус. Поэтому давайте будем фокусировать внимание не на вине, а на принципах чуда Божьего. Аминь! На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Человек организовывал свадьбу. И в этом чуде мы видим один важный принцип. И в этом чуде мы видим один важный принцип. И что человек взял время, чтобы пригласить на эту свадьбу самых важных людей. Аллилуйя! Аллилуйя! Библия говорит, что мать Иисуса была там на этой свадьбе, и на эту свадьбу также пригласили Иисуса и его учеников. Понимаете, в свою жизнь нужно приглашать важных людей. И в свою жизнь нужно приглашать важных людей. Нужно задействовать важных людей. Кто-то из вас, если вы будете какое-то мероприятие, какой-то праздник организовать у себя дома. Вы пастора не зовете. Вы лидера прославления не зовете. Вы бы позвали только там всяких кинозвезд. И футболистов известных. Которые бы такой престиж создали бы вашему празднику. Но есть важные люди. И не важно, что бы ты ни делал. Тебе нужно задействовать этих важных людей. Ты планируешь жениться, выйти замуж. И ты никак не задействуешь своего пастора. Чтобы он посоветовал тебе. Но ты какого-то там ведущего какого-то телешоу у него консультируешься, у него просишь совета. И это человек, который дает тебе совет. Когда все станет сложно у тебя, Ты увидишь, что ты его не сможешь найти, чтобы он тебе помогал. Но этот человек уделил время тому, чтобы позвать на свой праздник самых важных людей. Чудо в твоей жизни начнется. Когда ты приглашаешь в свою жизнь Иисуса Христа, как твоего Господа и Спасителя. Аллилуйя! Вот почему в конце этого служения, если ты не знаешь Иисуса, Ты должен будешь пригласить Его войти в твое сердце. И поэтому этот человек, который организовал свадьбу, Он сделал самую важную вещь во всем этом. Он позвал на свой праздник самых важных людей. Иисуса, его учеников. Друг, не начинай ничего, не пригласив в это дело Бога, не задействовав в этом деле Бога. В самом начале того, как ты начинаешь что-то делать, позови Иисуса. Не зови Его тогда, когда уже все разваливается. Теперь, после того, как ты пригласил Иисуса Христа, Иисус был там, и в конце 3 говорит, что когда птица была умерла, Иисуса Матеря сказала ему, они не имеют больше птица. Они пригласили Иисуса, и мы дальше читаем 3 стих. У них не доставала вина, и Мать Иисуса говорит ему, вина нет у них. Послушайте, тут не говорится о том, что организатор свадьбы пришел к Матери Иисуса и сказал ей, что вино кончается. Иисус himself was there, but he didn't make any attempt to give them any wine. Иисус был там, на этой свадьбе, но он не приложил никаких усилий, чтобы обеспечить их вином. Он заметил, что там какое-то движение начинается, что люди пытаются что-то там порешать. И никто не говорил Матери Иисуса ничего. Но она, Мать Иисуса, увидела, что возникла проблема. И тогда она обратилась к Иисусу. Видите, в вашей жизни есть такие люди, которые, когда у тебя возникают какие-то проблемы, они могут указать тебе на правильный путь. Они могут направить тебя туда, где на самом деле тебе важно находиться. Есть такие друзья у людей в нашей жизни, такие как Мать Иисуса. Они могут увидеть проблему, которые за твоей улыбкой могут увидеть проблему, с которой ты борешься. И они помогут тебе. Но некоторые люди не такие. У меня в церкви были такие люди, члены моей церкви. И они верили в Бога. Все они были женаты, но их мужики были отбавлены на стороне. И они пытались наладить отношения, но ничего не получалось. И они молились, чтобы их проблема разрешилась. Но однажды один из них пришел ко мне на исповедание. Что одна женщина, эту семейную пару, повела на консультацию, на прием к такому волшебнику, чтобы он помог им. И это такие христиане, с которыми тебе нужно научиться работать. Это такие друзья, с которыми нужно установить четкие границы и не пускать их в свою жизнь. Но когда у тебя есть проблема, они не ведут тебя к правильному ответу. Они будут давать тебе плохой совет. Ну, раз тут ничего не сработало, уходи из этой церкви, иди куда-то в другое место. Но Мать Иисуса пошла к тому, кто действительно мог помочь. Now, the Bible said that when she went and told Jesus, Jesus said, Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, My time has not yet come. И когда она сказала Иисусу об этой ситуации, Он ответил ей, что, ну, что он говорит, что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой. He said, why are you involving me? Он говорит, зачем ты пытаешься меня втянуть в это дело? Зачем ты пытаешься меня задействовать? And that is where I got the title of my message from. Вот именно из этих слов я взял название моей проповеди. Because it means there are some steps when you take, you are actually involving Jesus. It also means that Jesus can be with you. But if you don't involve him, he can do nothing. They had invited him. All right. Which was a great thing for them to do. But they really didn't know that even though they had invited him, he was powerful enough to solve their problems for them. And many Christians are like that. Jesus is in our heart. And yet we don't know that for whatever we are going through, he is the one who can help us. That's why you are pastors and you are people like mother of Jesus who always tell you that involve Jesus. Because she could see what Jesus could do, but the rest didn't know. What are you going through tonight? And who are you trying to get help from? As long as Jesus is in your heart, go to him. And he will do it for you. Jesus said, why are you involving me? And he said, my time hasn't come. That's also a very powerful statement Jesus made. Because at the end of the day, he still went ahead and did the miracle. Which means you can invoke God in such a way that God can have no option than to help you. You can put God in a place that until he blesses you, he cannot go. And tonight, let's put God at that place. Until he blesses us. He cannot go. He cannot go. He cannot go. Even though it wasn't his time. Even though it wasn't his time. But because of the way he was approached. But because of the way he was approached. He had no option. He had no option. He had no option. Than to respond. Than to respond. Hallelujah. Dear friend, Jesus is with you. And there's nothing he cannot do. And there's nothing impossible for him. Don't just invite him and let him be quiet in your life. Stop running around and know that the person who can help you is with you. hallelujah. Hallelujah. Some of you are running around to places who are the help you need is with you in the church. Let's look at another story of people who were with Jesus and yet they were struggling. In Mark 4, 37-40 This time Jesus was traveling with his disciples. He actually asked them to go. And there arose a great storm of wind and the waves beat into the ship so that it was now full and it was in the hinder part of the ship asleep on a pillow. And there arose a great storm and the waves hit into the boat so that it was filled with water. Can you imagine? Can you imagine? Can you imagine? You asked us to go to the other side there was a problem and you are asleep. You asked us to go to the other side You asked us to go to the other side and you are asleep. What a shock. You are asleep. Once you said we should go. Let me tell you the mere father God has asked you to do something does not mean you will not have problems. But as they were going and the storm came but when they were to go to the other side Jesus was asleep and he slept for a while and all the time that he was sleeping the people were trying to save the ship because some of them were experienced fishermen they were even preparing to jump into the sea and swim they used their strength and they used their might but Jesus was asleep and Jesus was very huge huge so I could imagine he was snoring and I'm sure he still be so loud deep sleep and then the people were struggling how can you make Jesus sleep when your ship is sinking you have to wake him up and I'm sure he wasn't really sleeping I'm sure you open his eyes and see how they are struggling and when they look at him pretend he's sleeping because he wanted to see what they would do but it got to a point when they couldn't do anything but it got to a point when they couldn't do anything and Biblia says that they awake him they awake him they awake him now this thing they could have done it earlier there was no need going through all those problems for about how many hours they could have gone on the first day it started the first year it started but you know our problem because we always think that we can help ourselves so we wait until the situation is bad but thank God whenever you wake him up he will never turn his back on you when they woke him up what did he do? he said they asked him why do you don't you care we are going to perish then he said peace be still all that Jesus needed to do was to just say peace he didn't have all night meeting to pray in tongues it was a simple thing for Jesus to do for Jesus he just said peace but this small thing look at how people struggled before they called him it was not difficult for Jesus to do it but the problem was they had allowed him to sleep but the problem was they had allowed him to sleep and many of us have allowed God too much time to sleep and many of us we should wake him up and tell him we should wake him up and tell him help us we can't do it on our own we can't do it on our own if you leave us we perish please come in and he will come but we wait and wait and wait and wait and wait when it is too late and we go to him but he will still respond so the first step of involving God is to invite him the second step is that don't just invite him and involve him God shouldn't be an observer some of you have your pastor with you and you are doing so many things without involving him you are doing so many things without involving your pastor meanwhile your pastor is anointed for your problem recently I was talking to a church who was telling me his problem as he was telling me the problem I knew that the solution was another person sitting next on the next view meanwhile for a long time he was not working but he had not told me what the problem was as soon as I got in I called the brother and said please this brother wants a work to do and actually he has come to your company for an interview kindly make sure that he is employed and as soon as he told me what the problem I was telling you I was calling your brother and I said listen here is this situation you can't solve his problem he even came to your company to get to work and I said help him to do it well he had been an employee for a long time except that he had not shared his problem share your problem to the one who can help you the next step to receiving that breakthrough and involving God is that you should have faith in what God tells you to do many things that God will tell you to do will not make sense many things that God will tell you to do will not make sense in fact Mary has seen it before and Maria has seen it before that is why he told the people that I am going to talk to my son but whatever he tells you do it he was her son sometimes ago but now Mary is not different from any of us we are all the same Mary has no other powers or no other privileges than any of us that is why now we don't need to go to God through Mary we go to God in the name of Jesus hallelujah but Mary was teaching something that was very important she told them whatever he tells you to because he knows that if you want to involve God you must be ready to look foolish sometimes you must be prepared for people to laugh at you it happened to her she didn't have any man she didn't know any man she was a virgin and suddenly she started walking and she was pregnant and she was pregnant oh Mary what has happened to you what have you gone to do many people ridiculed her so she had come to understand what it means to be used by God that sometimes it may look foolish sometimes your pastor will tell you to do something it will not make sense but if you want to involve God then don't try to make sense try to move as God moves he says my ways are not your ways neither are my thoughts your thoughts and where he does his things are different from us so be ready to accept what God asks you to do it may not make sense but she told them whatever he tells you do it you come to church God tells you you want a financial breakthrough there is just one way the way as God has said is to pay your tithe give your offering and be active in church do it don't try to understand he said bring 10% of your money income to the church and I the Lord I shall bless you God говорит ты приходишь в церковь приносить десятую часть того что ты зарабатываешь я Господь Бог благословлю тебя просто сделай это и ты увидишь благословение он сказал Бог сказал одному пророку пойди к этой женщине она бедная женщина но она тебя прокормит он с ней встретился пророк а у этой женщины было там пару гривен чтобы хлеба купить на один раз покушать и умереть от голода но он говорит дай сначала мне это вообще наверное ты нечестивый человек как ты можешь последнее забирать у вдовы но именно это Бог сказал чтобы она сделала и в конце этой ситуации она получила благословение да выглядело все очень глупо вообще непонятно было в чем тут смысл но она получила благословение и поэтому что бы Бог тебе не говорил делай это и то что здесь Иисус сказал им сделать это было очень глупо то что было абсолютно непонятно представьте себе людям нужно вино и тогда вы говорите что они должны пить вода для церемонии а потом тебе говорят ну для того чтобы нужно для того чтобы получить вино пойдите налейте воды ну в ведра из которых ноги моют знаете для чего использовали эту воду это вода использовала для того чтобы сполоснуть подмышки помыть ноги когда люди приходят в дом человека из-за грязи из-за того что подмышками накопилось эта вода коричневая становилась выглядело может быть как вино но на самом деле была грязная вода и Иисус сказал пойдите и наполните эти емкости эти ведра водой фуллишь thing to say and to do но the foolishness of God is the wisdom of man но глупая у Бога это мудрое для людей аллилуйя они это сделали вы бы не сделали наверное но они сделали они наполнили эти емкости этих сосуды водой вообще непонятно было зачем многие вещи которые Бог использует для того чтобы чудо произошло в нашей жизни они не имеют смысла Евгений представь себе Бог говорит однажды экономика всего города изменится Он говорит завтра к этому же времени все проблемы решатся изобилие еды А как это может произойти и все думали ну наверное американские вертолеты прилетят с гуманитарным грузом или какие-то богатые люди подъедут всем еды дадут но было четыре прокаженных которые сидели за стенами этого города ты бы вообще представить себе не мог что Бог для решения этой проблемы будет использовать таких людей но эти четыре прокаженных Бог их разговора они сидели там разговаривали потом пошли эти прокаженные и Бог звук их разговора и звук их шагов превратил ну вот как в этот в свист межконтинентальной баллистической ракеты прокаженные идут в сторону вражеского лагеря а враги слышат вот так вот они говорят вот это да они уже задействовали тяжелую артиллерию а это были прокаженные если ты не доверишься Богу то ты не сможешь поверить что такие вещи сработают вот почему сегодня ты можешь быть здесь и ты очень похож на прокаженного а завтра Бог превратит тебя в человека который будет делать великие дела некоторые уже списали тебя со счетов они уже думают что ты ни на что не способен а завтра ты полностью изменишься и поэтому они наполнили эти сосуды водой и потом когда они налили воды Иисус сказал зачерпните отсюда и несите это распорядителю пира послушай ты не сможешь быть ну мыслить как нормальный как обычный человек и получать сверхъестественные чудо от Бога ты должен быть готов делать абсолютно ненормальные вещи Авраам например был готов делать такие ненормальные вещи очень старый человек детей у него не было и Бог сказал ему Авраам ты стар твоя жена уже старая но у вас будут дети вот это шок знаешь ли ты что нужно чтобы появились дети перед тем как ребенок появится нужно что-то сделать ты же не Мария чтобы Святой Дух сделал так чтобы ты зачала ты наверное что-то другое ты должен сделать ты для того что Авраам чтобы у него родился ребенок должен был сделать то что делают обычные люди чтобы у них дети родились Авраам был очень старый но Бог сказал ему измени свое имя называй себя отец многих народов сильный человек который может путешествовать а сильный человек который может сделать женщина и родила ребенка который может сделать так чтобы его жена забеременела и родила ребенка когда он начал называть себя отец народов люди начали смеяться над ним even when he was young he couldn't do anything посмотри на этого странного мужика когда он был молодой он ничего не мог детей не было а сейчас уже старый сейчас он старый и жена у него вообще очень старая у нее все уже прекратилось уже все менопаузы закончились у нее уже все прекратило работать например когда они выглядели как будто брат с сестрой у них уже совместная жизнь была по привычке никаких чувств никакого влечения друг к другу и Бог в таком состоянии говорит называй себя отец многих народов весь город смеялся над ним отец многих народов ему нужно было вести себя глупо но однажды Abraham осмелился и сказал Саре сегодня все произойдет Саре такой дедушка как ты тебе что виагры кто-то дал что ты собираешься делать как ты собираешься это делать 20 лет уже ничего не работает и сейчас ты говоришь что ты сделаешь что Abraham ты напился наверное ты напился Авраам говорит нет я не пьяный Бог сказал мне изменить свое имя и он сделает меня отцом многих народов и Авраам собрал всю свою смелость и выключил свет в комнате и тачь Саре и так Саре Ибраам ты что перестань что ты делаешь Abraham сказал тихо спокойно молчи Бог сказал что что-то произойдет и в конце концов Саре Саре удивилась что та ночь была самая лучшая ночь ее супружеской жизни эй она говорила Авраам я тебя раньше таким не видела как же так ты уже такой старый а столько сил сохранилось но он готов был поступать так глупо вот почему чудо произошло ты должен быть готов делать что-то глупое давайте прошлаем Иисуса они принесли Иисусу воду он сказал зачерпните отсюда и несите это распорядителю пира вера это прекрасно и в тот момент когда они зачерпнули эту воду это была грязная вода когда они ее несли это было не вино это была грязная вода но у них была вера чтобы отнести тому человеку которому сказали ты должен иметь смелость чтобы иногда поступать только лишь по вере если у тебя нет смелости то ты не можешь действовать по вере пастор Антон was telling me how the father says he should try and wake and look after himself пастор Антон was telling me that the father says he should try and wake and look after himself пастор Антон рассказывал мне как отец говорит ему что Антон должен сам стараться обеспечивать себя чтобы быть самостоятельным и я сказал и я сказал отец твой хочет чтобы ты жил по вере потому что чтобы жить по вере нужна смелость ты должен быть готов рискнуть чтобы жить по вере без риска и без смелости ты не можешь жить по вере когда они зачерпнули эту воду они рисковали они могли себе задавать такие вопросы а что если я эту воду ему дам и это будет грязная вода я буду он будет dead what if what if is it the greatest enemy of faith is what if what if why do you always think about the negative what if it works too so they took it when they were going it was dirty water это была грязная вода и они боялись но Иисус сказал отнесите им эту воду и когда они дали эту воду распорядителю пира он наверняка с кем-то разговаривал что он не обратил внимания он так взял отпил и человек смотрит который воду принес в воде а что если он сейчас выпьет это грязная вода вы видите there is a point at which faith changes things видите наступает такой момент когда вера изменяет все это происходит буквально в одну секунду и он поднял и он поднял стакан и он поднял wow я dead я был дат и он дал ему датюль воду чтобы drink и он спрашивал и он спросил и он спросил кто брал этот стакан и он спросил кто принес этот стакан и он спросил кто принес этот стакан It is faith that worked. When he said, treat the water to the man, it was dirty water. They listened to what Jesus told them. Jesus said, whatever he tells you. Some of you are believing for mighty miracles. You came to your pastor. You expected your pastor to pray for you. But your pastor says, pay your tithe. And you behave like Neyman. So, I don't think that's what he should tell me to do. But that is what your pastor says you should do. Do it. And you'll be blessed. Sometimes God will tell you, sow a seed into the church. Sow a seed into the church. Do it. People have received fantastic miracles by just sowing seeds. Somebody came to see me. She was talking to me about the breakthrough she needed. She thought I was going to lay hands on her and pour water on her and pour engine oil on her and let her swim in oil. until she herself becomes an oil refinery. But I didn't do that. I just called one ministry shepherd and I told her, join a ministry in the church and work in the church. and she was surprised. She said, at this church don't you do deliverance? I said, that's the deliverance I'm giving to you. Go and join the ministry. Go and be an asher. Go and start a cell. How can this be a miracle? I know somebody like that. His name was called Zachariah. He needed a child. Many years he didn't have a child. But he still faithfully served in the church. One day as he was as at the ministry meeting that an angel of the Lord came to him. And what he had believed God for several years he had it because he was faithful. It is what God directs your pastor to tell you. that you must do. Нейман almost missed his blessings. We are washing the river seven times and I said, no, I won't do that. Dear friend, involve Jesus. Be ready to involve him. And when you involve him, whatever he tells you to do, do it. Some of us are praying that God should get involved. And yet when he comes and he tells us what to do, we don't want to do it. So how can he be involved? You called him, he has come, he said, do this. Now you don't want to do it. Faith without works is dead. Hallelujah. So dear friend, we have to involve God by doing these things. At the end of the day, there was a miracle for the people. They had wine to the extent that even the last one that Jesus did was better than the first one. They took every step to involve Jesus. I see somebody involving Jesus tonight. And you will never be disappointed. I remember some other people, they are going to work all night and they didn't get anything. They were fishermen, they didn't get anything. But as soon as Jesus came in, things changed for them. opening the door to Jesus tonight. What is it that you are expecting from him? What is the kind of struggling you are going through and you want God to help you? I'm here to tell you what the king told the woman that if God does not help you, what can man do? God is the only source of help. And tonight we are going to call on this God to come in. Not only to come in, but we will be ready to do what he asks us to do.